Все мое почтение, друзья, и сегодня, 26 мая 2022 года, появилась информация, что суд Кабардино-Балкарии Российской Федерации признал законным увольнение 113 разгвардейцев, которые отказались исполнять приказ Владимира Путина и оккупировать территорию Украины и участвовать в боевых действиях на чужой территории. И я лично считаю, что вот эти вот разгвардейцы, это самые сильные россияне среди силовиков Российской Федерации. Десятки тысяч на клонивую голову прислушиваются к приказу и исполняют приказ маленького, вот такого маленького фюрера, который готов отправлять десятками тысяч своих граждан на смерть. Я лично считаю, что эти 113 человек оказались сильнее, чем десятки тысяч тех нагнувших головы преступникам, а они уже преступники после того, как перешагнули границу с Украиной и начали убивать мирных граждан и солдат Украины, которые защищают свои территории. И вот мой бы совет всем российским силовикам брать пример с этих 113, что им было, ничего им не было, уволили их по дисциплинарному какому-то наказанию, пусть с волчьим билетом, они найдут себе работу и будут дальше продолжать работать. А эти, кто перешагнул границу с Украиной, многие уже гниют в земле, их доедают черви. Я лично считаю, что Путин пользуется общественным страхом и фактически убивает свой народ. А вот эти люди спасли свои жизни и в дальнейшем еще, может быть, даже и увидят смерть Путина. Также я хотел бы привести этот пример к белорусам. Вот эти 113 человек оказались умнее, сильнее духом и мужественнее, может быть, даже всей армии белорусской, которая, я считаю, что в ближайшем будущем может совершить преступление и напасть на территорию Украины. Задумайтесь, выберите тот путь, который выбрали вот эти розвардейцы. Пусть вас режим уволит или, может быть, даже как-то накажет, но вы спасете свою жизнь, а самое главное, спасете свою совесть. Это мое мнение, мнение простого человека. Кто пожелает, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, высказывайте свое мнение. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok